Здесь второй мешок, третий мешок, четвертый мешок, десятый, пятнадцатый, двадцатый мешок. И вот так все эти мешки с воздуха поднимаются. Чтобы запустить такой механизм, нужен водоем и желательно поглубже. Дальше опустить в него установку, которую изобрел Бахаджан Альменов еще 12 лет назад. По его словам, это его личный интеллектуальный вклад в отечественную альтернативную энергетику. С воды, находящейся в состоянии покоя, используя стилл в отрыве водоем, мы свободно можем получить вращающую воду. Солнечные модули, вот каждая здесь модуль, они соединены в панели. Здесь всего в общей сложности около 40 панелей. 40 панелей на выходе дают 10 киловатт в час электрической мощности. Вот эти солнечные батареи стоят 300 тысяч долларов. Год назад их Евразийскому университету подарила одна немецкая компания. Сегодня энергии солнца не хватает и одному корпуса вуза, на крыше которого разместился немецкий подарок. Пока солнце есть, он дает им уже. Даже в такое время он вырабатывает и в трешку мощности. Самое главное, чтобы было светло. Нарядные речи о светлом будущем и настоящей зеленой экономике ежедневно слышны в Астане. Как магическое заклинание спикеры повторяют слова президента. По его подсчетам к 2050 году доля альтернативной энергии должна составить почти 50% от всей произведенной в Казахстане. Казахстан обладает огромной территорией, девятой в мире, богатейшими природными ресурсами, в том числе значительным потенциалом ветровой и солнечной энергии. В наших степях его достаточно. 30 солнечных дней. Ветры тоже гуляют здесь, но мы их еще никак не используем. Планы партии в жизнь, как всегда, притворяют с казенным рвением. В Казахстане планируют создать агентство по развитию чистой энергетики и фонд по поддержке проектов альтернативных источников энергии. Для передовиков производства разработают программу «Лидер в энергоэффективности». Это значит их желание, а вот это средство достижения. И они этого не видят. Впрочем, у самих будущих передовиков зеленой экономики и инициативы чиновников вызывают практически скептис. Изобретатель Бахаджан Альменов считает, что на самом деле в коридорах власти нет материальной заинтересованности в продвижении местных проектов. Природа в Казахстане без того успешно продается и покупается.